Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Уровень воды в Ишиме, в Тюменской области, достиг 10,5 метров, на 2 метра превысив критическую отметку. У деревни Кашкарагай, встретивший паводок самой первой, затопило дорогу, и вода продолжает пребывать. Укрепление и подъем насыпи ведется на улице Радищева в городе Ишиме, чтобы защитить лицей, дворы и дома от половодия. Уже более тысячи жителей Ишимского района были эвакуированы из зоны затопления. Из-за разлива реки Ишим, отрезанными от большой земли, оказался ряд населенных пунктов, где некоторые люди решили остаться в домах, рассказал глава района Сергей Ломовцев. По его словам, местные предприниматели доставляют людям продукты, воду, необходимые товары, налажена лодочная переправа. Более 150 спасателей работают на дамбе вблизи деревни Большой остров. Там заглушка в трубе не выдержала напора воды. Всего в Тюменской области, в 17 населенных пунктах и 4 СНТ, сейчас затоплены 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков. Эвакуированы были более 3000 человек. Тюменская область Уровень воды в реке Табулу Кургана пошел на спад. На 18 часов по местному времени он составил 999 см, что на 3 см было ниже, чем рано утром. Дамба из мешков с песком на выезде из Кургана помогла защитить от затопления дорогу, которая теперь больше похожа на набережную. Житель Кургана спасал от наводнения кошку в потопленном СНТ Нива, но возвращаясь, наткнулся на кусты и проткнул резиновую лодку. В итоге его и кошку пришлось спасать сотрудникам МЧС. Всего в Курганской области Затопленными остаются 2176 жилых и 3380 дачных домов в 37 населенных пунктах. Уровень воды в Оренбурже продолжает идти на спад. На утро 22 апреля такие данные. Урал у Оренбурга – 941 см, Сакмара у татарской Каргалы – 870 см, Урал у Орска – 494 см, Урал у Илека – 946 см. В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 1100 домов и 1200 участков. Подтопленными остаются 12 845 домов и 20 376 участков. В Западно-Казахстанской и Атараусской областях в ожидании второй волны паводков на реке Урал все силы брошены на укрепление защитных дамб. В то же время вода после первого паводка постепенно уходит. От воды освободилось 4500 жилых домов в зоне затопления, домой вернулись почти 23 000 человек. Почти 9 000 казахстанцев остаются в Ивакопунктах, в том числе около 4000 детей. В Уральск пришла вторая волна наводнения. Уровень воды в реке Урал превысил критическую отметку 8,5 м. Большая вода перешла через дамбу и заливает 6 дачных поселков в пойме Урала, в которых жили 190 семей. Большинство людей эвакуировали заранее, оставшихся жителей принудительно эвакуирует полиция. В Актюбинской области полностью затопило село Билшер. 120 сельчан экстренно эвакуировали военные вертолеты. Спасать пришлось и волонтеров, которые строили дамбу, пытаясь защитить село. Сильный град вчера прошел в украинском Львове. Дороги в городе и в области оказались покрыты ледяным слоем в несколько сантиметров. Огненный гейзер взмыл в небо в Сирии. Неизвестные пытались незаметно украсть топливо из трубопровода. Но при попытке проделать в нем брешь, вспыхнул пожар. Один из злоумышленников погиб на месте. При нем были найдены режущие инструменты, которыми он скрывал трубопровод. Местные власти отмечают, что потушить такой огненный фонтан будет непросто, и операция по ликвидации огня будет долгой. К месту происшествия уже прибыли военные. Возгорание тушат с помощью насыпей из земли и песка. В Сербии обезвредили и вывезли из жилого района, крупнейшего на юге страны города, НИШ, мощную авиабомбу, сброшенную при бомбардировках НАТО 1999 года, заявило МВД. Речь идет об американской авиабомбе МК-84 весом в одну тонну с 430 килограммами взрывчатого вещества. Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили при земляных работах в густонаселенном жилом районе Стеван Синджилич. Район был оцеплен, из него эвакуировали 1300 жителей. Сильнейший разлив реки Бэйцзян произошел в китайской провинции Гуандун из-за проливных дождей, накрывших регион. Это крупнейшее наводнение в апреле и четвертое по масштабам в истории. В результате наводнения 4 города были затоплены. Под воду ушли улицы вместе с автомобилями, затоплены подземные парковки и переходы, пострадали магазины и офисы. В городах периодически звучит сирена, из затопленных районов проводится эвакуация местного населения. В провинции Центральная Ява в Индонезии вулкан Мерапи проявил активность. Он выбросил в небо столб пепла, а раскаленная лава скатилась вниз по его склону. Мерапи является самым активным в Индонезии действующим вулканом. Расположен он на острове Ява, неподалеку от города Джеки Карта. Его высота составляет 2910 метров. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok